Лодка называется Ясь Это реплика плоскодонного судна раннесредневекового русской постройки То есть такие суда ходили как раз по рекам среднерусским в принципе Возьми его за весло и ты выходи на корму, чтобы корму подтащить Это левый борт, правая моя рука, это правый борт Запомнили, да? Когда буду давать команду, буду поднимать соответствующую руку Говорю там, левый борт суши весла, значит тут этот борт сушить весла Соответственно, если правую руку поднимаю, даю команду, значит этот борт исполняет эту команду Вообще фестиваль ладейное поле задумывался как регата грибных судов Потому что люди, занимающиеся исторической реконструкцией Тем не менее, далеко не все представляют себе вообще транспорт средневековья И в частности ладейную тему в том числе Мы гоняемся на двух типах судов На плоскодонных лодках, скажем так, древнерусской, скажем так, славянской традиции И на келевых лодках скандинавского типа, на шнеках То есть получается в двух номинациях Почему такая разница в конструкции судов? Дело в том, что об этом не задумывается Но конструкция судна и вообще его эксплуатация Она диктуется тем водоемом, где он используется То есть так как наши предки, древние русичи, в основном проживали на равнинной территории И вот с равнинными реками, такими как наша быстрая сосна Поэтому им в принципе келевые суда не были необходимы Потому что здесь келевое судно, оно предназначено для хождения круто под ветер Против ветра нет, но круто под ветер, под боковой курс На большом открытом водоеме А славянам было достаточно плоскодонных судов, которые имеют свои преимущества То есть вот такая лодка, она может близко подходить к берегу То есть в отличие от келевой, у которой снизу киль Она не может подойти так, чтобы из нее выйти насухо То из лодки с плоским дном можно подойти к берегу и с носа, с удлиненного выйти Просто на берег с сухими ногами То есть это для транспортировки, для перевозки, для всяких таких операций на реках очень удобно Кроме того, из-за низкой осадки, из-за того, что у нее осадка буквально 15-20 сантиметров Это позволяет ходить по рекам, где изобилующимися всякими препятствиями Ну то есть имею в виду там утопленные деревья, там мели и прочее, прочее, прочее То есть там, где килевое судно может килем за что-то удариться, вставиться куда-то То плоскодонное просто проплывет сверху или чуть-чуть проскользит просто и все Поэтому плоскодонные суда для нашей древнерусской традиции более характерны Ну и если мы не считаем еще долбленные суда, совсем маленькие лодки, которые тоже были широко представлены Вот эта лодка Ясь, построенная нами в 2012 году, она рассчитана на 7 человек, 6 грибцов и рулевой Но в общем экипаж может посадить до 12 человек, до 15 даже, если имею в виду с пассажирами, но без груза Если идет с грузом, то только 7 человек Лодки в то время это универсальный транспорт, то есть это лодка... Тогда не было разделения на военных, условно говоря, лодки гражданские, они были общего назначения То есть такая лодка могла использоваться как для торговых каких-то поездок, так в том числе на ней, например, могли перевозить корову через речку Например, если у вас на этой стороне берега кончилась трава, да, вам нужно корову кормить Вы можете спокойно корову посадить сюда, запустить через трап И на плоскодонном дне она спокойно себя чувствует, не упадет ничего И вы можете ее перевезти через реку, и она будет там пастись у вас на острове, например, на каком-нибудь Это очень удобно, потому что позволяет как бы спасти корову от волков, да, которые, скорее всего, реку не переплывут Если это остров И в то же время иметь легкий доступ, потому что на лодке вы всегда к ней можете приплыть Но, конечно, и для боевых целей тоже применяли, то есть военные тоже активно использовали То есть в походах всевозможных Потому что лодка это самый быстрый транспорт в Средневековье То есть вы можете идти и по течению, и против течения, используя весла, используя парус Используя тягу, допустим, бичевой, как бурлаки ходили То есть всеми вот этими способами вы можете многократно превышать скорость и пешего человека И, в принципе, и кавалериста Потому что сейчас современные как бы сравнивают с современностью, когда есть дороги Или как минимум какое-то расчищенное пространство А если мы говорим о Средневековье, когда кругом леса, бурелом То на лошадке вы вдоль речки никогда лодку не догоните То есть люди на лодке пройдут за день, ну, если нет течения, где-то 60-65 километров Если они будут очень сильно мотивированы, допустим, вы за ними будете гнаться, чтобы их убить всех Они за сутки могут и 120 километров сделать на веслах с небольшими перерывами А лошадь ваша проскачет максимум километров 40 То есть поэтому они в три раза от вас оторвутся в первый же день преследования Поэтому вы их никогда не догоните Команды простые Вот, весла на укол Это значит, нужно взять весла и оттолкнуться Вот, весла и заключен, когда будем мы подходить швартоваться Значит, нужно весло вытащить в воду Другой рукой вы страхуете, держите и вытащите ее и заключите И поднять вертикально вверх, сидя Вот Полный вперед, это, соответственно, вы начинаете синхронно грести вперед Вот, соответственно, на себя То есть мы идем в ту сторону Ориентируйтесь всегда на своих загребных грибцов Загребные грибцы, это первый банк от меня Вот, левый борт загребной в рябец Вот, правый борт Соответственно, вы каждый по своему борту смотрите на свое первое весло Как он кунает, начинает протягивать То же самое и вы, чтобы мы действовали с самим синхронно Все На загребного смотрим На загребного Смей вместе На загребного смотрим И на весло, на загребного Смей вместе Оп! 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 Хорошо. Давай еще. Оп! 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 Довесло загребного. Девочки, ноги. Правый порт. Два гребка. При разгрузке в прошлом году сломали уключенную. Дело в том, что лодки надо на зиму переворачивать. И в процессе переворота не очень удачно положили. Сломали сучок на уключене. Поэтому надо ее заменить. Дело в том, что в средневековье такие проблемы тоже бывали. Поэтому уключены они всегда отдельно от корабля. То есть их можно менять. То есть они по-разному крепятся. В данном случае они вставляются в специальную прорезь на борту. То есть они могли быть установлены в накладку. Могли быть установлены через вот такой шлит. В нашем случае оно как-то вот так. И, соответственно, мы можем новую включенную сюда поставить. Ага, тут видите, у нас упорчик вставлен был. Эта лодка называется у нас Семаргл. Она построена в 2017 году, по-моему, да, в 2017. Вот. Для похода по Белому морю. Вот. То есть... Нет, не станет. Надо прикручивать еще. Вот. Это килевая лодка скандинавского типа. Вот так называемый шнег. Вот. Лодка это мореходная. То есть она ходит под парусом по морю. Экипаж у нее 8 грибцов рулевой. Получается как-то так. Вот. Очень хорошая такая маневренная лодка. Мы на этих лодках уже давно ходим. У нас их две одинаковые. Вот. И вот Сварог она у нас с 2010 года в эксплуатации. Вот. А потом вот мы вторую построили. Потому что очень хороший проект. Вот. В общей сложности пробег вот у Сварога. Они одинаковые по конструкции. У него пробег под пять тысяч километров. А у этой где-то порядка полутора тысяч километров. По Белому морю ходили. Ходили в Киев ходили. Вот. Ходили по Азовскому морю в четырнадцатом году. Вот. То есть они так походили. Вот. Должно зайти. Вот. Сейчас забьем. Все. Эту лодку сделано по бросу малой ладьи из Гокстада. Есть такая находка. Гокстадский корабль. И с ним найдено было три лодки. Там лодка восемь метров. Лодка шесть метров. И вот эта лодка девять метров семьдесят пять сантиметров. Вот. Ее мы взяли за основу. И вот первую лодку вот такую мы сделали в 2009 году. Да. В 2009. Потом вот эту вторую построили. То есть у нее набор весь дубовый с поперечной связи. А обшивка вся из сосны. Из сосны. Из елки. Набор это вот. Поперечные шпангоуты. Вот они. То есть у костей у рыбы. Да. То есть есть киль. Это продольный набор. И стрингеры. Вот они. И есть поперечный набор. Это как ребра. То есть киль он как позвоночник идет. А шпангоуты выступают как ребра. То есть это они придают жесткость лодке. Хотя вот эту лодку у нее обшивка достаточно жесткая. Из-за того, что при сборке каждые две доски склепываются внахлёст То есть заклепками металлическими Получается, что каждое место склепки, вот эта полоса, где проклепана Она является как своего рода таким дополнительным усилителем Это придаёт лодке жёсткости Вот на таких лодках древние скандинавы плавали там В том числе даже на Фарерские острова достаточно далеко И по бурным, ну конечно не старались в бурю плыть Но по довольно опасным морям ходили всякие походы Фестиваль лодейное поле так уж вышло В этом году прошёл онлайн Но наши лодки всё равно пробуют воды И в следующем году мы с вами снова встретимся уже в офлайне Я надеюсь на воде Будем опять гоняться, будем смотреть и болеть за наши команды Спасибо вам!